доклад пойдет о разработке до понятное дело о том но каких-то практиках до которые которые ну конкретно мы применяем при разработке до чтобы контролировать качество чтобы следить вообще за кодом да ну от слов сразу к делам вот на счет как она бывает да да давайте вот в эту сторону перейду значит как она бывает обычно есть два до 22 механизма нам значит приходит заказчик да говорит давайте сделаем какой-то проект мы его начинаем с нуля да у нас все хорошо мы выбираем технологии там делаем там правильно с нашей точки зрения архитектуру там вот программируем одни это вообще изумительно да то есть мы никак не взаимодействуем с другими людьми живем в своем таком маленьком мерке нам хорошо вот второй вариант да когда когда вот уже приходите на на какой-то существующий проект да хорошо когда на этом проекте уже сложились какие-то практики да когда там уже есть люди но тем не менее часто бывает так что проект передают вот и мы вынуждены с этим жить да но естественно нам он не нравится потому что ну нам не нравится по определению потому что его не мы писали да то есть ну кто бы его не 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 писал нам все равно что-то там да не нравится вот соответственно ну не важно абсолютно не важно по какому по какому по какой ветке мы пойдем потому что даже если мы пойдем начиная с нуля мы в общем то ой 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 что я нажал вот мы все после некоторого времени придем к тому же к чему и были да то есть мы смотрим мы как бы повозрослели мы немножко набрались опыта мы поняли что архитектура тоже не та да что стиль не то да надо надо все переписать да плюс если у нас в команде работало несколько человек да каждый пишет как хочет соответственно какие-то старые версии библиотеки как с этим жить не очень понятно но на самом деле вот по поводу каждый пишет как хочет да это ну если наверняка каждый сталкивался с каким-нибудь таким древним проектом который писала там больше чем три наверно человека дату можно уже по файле узнать кто вот то есть blame не нужен прям смотришь и вот он пишет так что ага вот вот этот вот вот знаю этого парня да потому что там у этого такие коммент вот этого такие то комменты кто-то там ставит пробел после какой то не ставит кто то вообще пишет какую то дичь вот вот с этим нужно бороться да с этим нужно что-то что то делать да значит что с этим же Да, нужно, конечно же, нужно контролировать, да, нужно контролировать с самого начала, да, то есть когда выбираем проект, нужно использовать стабильные фреймворки, естественно, нужно всегда внедрять какие-то новые технологии, обновлять версии фреймворков, нужно следить за качеством кода постоянно, да, ну, естественно, писать тесты, да, ну, тесты, как бы, да, это такая больная тема, в принципе, не буду их касаться в этом докладе, потому что, ну, про тесты много чего сказано, и можно много чего про них говорить, да, просто только про тесты можно отдельно делать доклад. И, соответственно, использовать там различные тулы, да, continuous integration, там делать continuous deployment, там делать continuous delivery, да, но все вот эти вот модные слова, которые сейчас принято использовать, да, они, естественно, все имеют смысл, но мы поговорим больше про, как следить за качеством кода, да, будем следить за качеством, потому что, ну, как бы, код – это довольно-таки существенная, да, часть нашего проекта, естественно, делать ревью кода, да, ну, соответственно, ревью кода, возможно, у вас проводится на проекте, возможно, вы хотите проводить ревью кода, я участвовал в проектах, в которых был ревью, в которых не было ревью, могу сказать, что ревью кода, оно, оно, естественно, полезно, да, почему, почему оно вообще, зачем оно нужно, да, никто не идеален, да, все мы делаем какие-то ошибки, ревью кода позволяет, ну, избежать этих ошибок, ну, и переложить вину на человека, который ревьюил и пропустил эту, да, ошибку, вот, грубо говоря, то есть, ну, если без шуток, то, как бы, мы более уверены в коде, который мы заливаем, вот, соответственно, все делают какие-то помарки, да, то есть, ну, наверное, каждый, если не было ревью кода, заливал какой-нибудь printworks, да, и причем works – это, кстати, еще хороший вариант, да, то есть, там заливали маты, были, было дело, были даже такие моменты, было написано if username, и один человек из команды, then, там, print hello парень и exit, как бы, это чуть в продакшен не ушло, да, а иногда и уходит в продакшен, то есть, там, комментарии, там, про, про всякие различные смешные штуки, да, компании за это стыдно, если это все-таки кто-то найдет, да, если, ну, это, естественно, кто-то, кто-то заходит на ваш сайт, да, вот, а это не всегда так, да, вот, ревью кода избавляет нас от логических ошибок, да, ну, естественно, разжигает холивары, да, увеличивает некую напряженность между участниками команды, потому что, ну, как бы, у каждого свой собственный вид на то, как надо писать, да, холиваров нужно избегать, это понятно, вот, нужно избегать, ну, на уровне тим лидов, естественно, на уровне лидерства проектов разруливают такие моменты, вот, о стиле, ну, о стиле договориться легко, да, по поводу, как бы, недостатков ревью кода, да, понятно, что ревью кода увеличивает время, время разработки, потому что мы не просто там стягаем коммиты, да, один за другим, ну, и как на гитхабе, там, коммиты со словом, о, щит, да, вот, там, делали, типа, что-то залил, потом понял, что неправильно и перезалил, да, мы так не делаем, коммитов у нас становится меньше, но, тем не менее, качество у нас становится чуть-чуть лучше, да, чтобы как-то увеличить время, можно там смотреть только новеньких, да, в этом проекте можно смотреть только джуниоров, но делать это не рекомендуется, рекомендуется смотреть всех, рекомендуется смотреть джуниоров, медлов сеньоров архитекторов то есть смотреть нужно смотреть код нужно абсолютно всех значит как это делается да ну в разных разных компаниях разных проектах по-разному да иногда просто там посмотри дружище мой код да как там что нормально еще написано можно слать email и там как-то их раскрашивать ну и там пишут а до плюс один там все все хорошо ну или можно и кнопкой он конечно удобно да и использовать специальные тулы да есть специальные тулы как для ревью да есть ну интеграции в различные там гитхабы гитл об этом и прочее ну как бы в бородатые времена и свена не было до такого понятия как как pull request да никто этим не пользовался но сейчас тем менее этим удобно удобно пользу пользоваться удобно ставить хуки есть там никто лайк не поставил за ваш ревью на что вы просто не можете смерть да значит какие какие циферки да вот мы хотим измерить да как нам вообще измерить что код хорош да то есть что мы можем смотреть можно смотреть коды style можем смотреть статический анализ можем смотреть различные метрики да можем мы их мы хотим вообще мерить до качество кода то есть ревью посмотрел да хорошо но как нам определить что код ну он как бы ок да мы их мы хотим например там в какой-нибудь continuous integration хотим какой-нибудь таз который нам периодически вот ну комит совершил и он там начал считать да что улучшилось что ухудшилось что изменилось что не изменилось потом хотим посмотреть сравнить там месяц два месяца и посмотреть какой вообще у нас прогресс да ну и для этого естественно просто там поднять вот эти вот пул реквеста недостаточно да нужно какое-то количественное из измерения всего этого ну с кодом стану все просто да у нас питон у нас 5 8 но это практически такой стандарт де-факты конечно некоторые отходят от этого до от от 5 8 некоторые отходят от него сильно в принципе даже гвида не против от того чтобы отходили вот остается только выбрать до пробел этапы да ну что не четко определяется пепом да то есть два пробела 3 пробела там 80 120 строчек да но это как бы такие самые холиварные темы на них нужно договориться написать какой-то там такой код и ставил простой дан поверх пепа ну и соответственно жить дружно и счастливо используют различные программы да то есть можете видеть пример прекрасного кода право прогоняем pf8 получаем некоторое количество ошибок до которые которые мы пропустили да соответственно в каком-нибудь team city у нас будет такой таз который после коммита будет нам слать репорт и если там что не так пошло он сразу всем рассылает заинтересованным лицам имейлы после этого берем и что-то с этим делаем да ну стараемся естественно пофиксить вот код quality ну в общем то долгое время мы использовали вот только именно эти две тулы до был pf8 пай флейкс то есть такой прям базовый 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 набор каких-то метрик да ну как видите пай флейк в принципе если вы особо не настраивать там он мало конечно о чем говорит вот но тем не менее позволяет нам делать какой-то такой базовый статический анализ там сказать что там что-то мы что-то у нас аньюз что-то у нас нет и и ну и соответственно поправить пайлинт звучит поинтереснее да на пайлин перешли совсем недавно у него есть гораздо более широкие возможности статического анализа он также проверяет пев 8 он также проявляет аньюст он проверяет там коды дубликаты которые есть ну в общем довольно таки хорошо хорошая вещь хороший репорт можете посмотреть такой код вот такую присоединю он он выдал да то есть понял что у нас есть переменные которые не используются понял он что у нас используется дикт в качестве дефолтного аргумента ну то есть все таки ну и поставил оценку оценка конечно спорная минус ну почему-то можно уйти в минус да но тем не менее да то есть если если все это поправить получим 10 из 10 вот значит парень немножко о более таких до глубоких вещах не все их используют некоторые некоторых их используют кто-то спорит на то что нужно это использовать или нет но тем не менее рассмотрим их да какие метрики код у нас есть да ну есть рав метрики такие вещи как количество строк кода всего количество логических строк кода это грубо количество source строк кода то есть source это грубо говоря без пробелов да без без вас пейсов logical lines но это как это по экспрессиянам да то есть если у нас там и в принт да то это если он в одну строчку то логика лайнс это будет по факту две строчки вот количество количество файлов да еще есть coverage ну coverage опять же таки как я говорил больше относится к юни тесту это очень очень полезная метрика но тем не менее тем не менее не не является да это темы наши сегодняшнего разговора и и тоже нужно мерить тоже тоже одна она вбивается team city тоже за ней за ней следят вот соответственно сами раф метрикс они нам мало о чем говорят да то есть ну как бы 10000 строк кода в проекте это не очень понятно это много это мало да то есть там для hello world наверное много для там че там ну какой-нибудь реляционной базы данных до исходников наверно мало вот единственное что можно там посмотреть на порядок да и примерно оценить да с чем нам придется иметь дело вот следующий метрик цикломатик комплексити да это грубо говоря мера мера сложности кода насколько нас наш код сложен да ну вот определение из википедии что это количество не независимых маршрутов да грубо говоря это сколько вот решений мы принимаем внутри функции считается как колес твифов вайлов там форов логических выражений ну то есть все что меняет значит на путь который может пройти до код плюс единицы да ну то есть статуем с единицы соответственно чем больше чем больше это число тем считается труднее функции да грубо говоря ну это как бы ни для кого не не секрет чем больше ифов функции тем сложнее ее править потому что мы как бы не можем и полностью до охватить всю логику которая есть в нашей функции вот соответственно простые совершенно простые примеры да то есть рас расчитывается просто в лоб да то есть тифы энды оры получаем вот есть такая специальное приложение роддон который считает это все за вас да он разбивает все на токены и и подсчитывает результаты да соответственно а это хорошо f это плохо значит ну для примера да я как бы не хочу сказать что что джанга плохой фреймворк да как бы джанга отличный можно ради интереса прогнать до cyclomatic complexity получить очень плохой скор да на model base new ну грубо говоря все кто смотрел и и разбирался да с джанговский вот этим именно модул бейзом ну те понимают да что в общем-то метре ну метрика здесь вернула довольно таки правильное число нет единого мнения до пользы данной метрики то есть люди говорят что на самом деле ничего не отображают приводят примеры что например у нас есть там куча непонятных ифов которые не пойми как как такова трактовать и есть обычный там свитч вот и как бы свитч просто смотрится да этот это смотрится трудно особенно это естественно на низких значениях до cyclomatic complexity есть люди но это на самом деле с окном эти комплексы было вычислено впервые там где-то какие-то работы были в семидесятых годах там в середине ну и поэтому там решили давайте сделаем там граничное значение 10 и вот и вот если если больше 10 то мы дробим эту функцию на несколько да кто-то сейчас хочет поднять до 15 но это все зависит от проекта мы у себя на проекте смотрели обычно ну там значение 30 плюс да то есть f какие-то такие явные я явные отклонения от нормы да вот возможно сделали что-то не так потом мы прогоняем по всей коды базе смотрим какие-то большие значения начинаем их уже смотреть там внутри ну и принимаем решение стоит ли это рефакторить или или не стоит как правило стоит да но иногда возможны отклонения соответственно вторую метрику которую мы обычно меряем это ментами литиндекс на то есть он характеризует насколько легко поддерживать кота но он смотрится по файлам насколько легко этот файл вообще поддерживается до грубо говоря он зависит от как раз цикломатии комплекте среднее по больнице вот количество строк кода да ну и трудности алл алгоритм вот формулу приводить не буду она там очень такая эмпирическая там очень много подборных весов и плюс еще много много вариаций да соответственно ну если говорить в двух в двух словах да то большую маленькое значение поддерживаемости это ну то что любой пирамид понимает как бы интуитивно да если много строчек кода там три тысячи строчек кода файлы и и больше если мало каких-то комментариев да и много ифов то понятное дело что с этим файлом ну просто трудно работать продолжить соответственно такой простой файл да на самом деле то есть это вот доказательство того что нужно смотреть всегда на граничные значения мы получили значение не самое хорошее не самое плохое но тем не менее да то есть показательный файл если мы накинем на него документации получим сильно лучший скоро да но это тоже вот именно почему спорят из-за этой метрики люди да потому что ну это это как бы капитан очевидность да комментирует то есть length return length да но тем не менее скоро позволяет это набрать очень хорошо отсюда делаем какие-то выводы да то есть эта метрика довольно-таки экспериментальная хотя к слову заметить она ну во многих тулах там microsoft и используется в она забандлила в microsoft visual studio да вот формула не не интуитивно понятно да и тем не менее если человек как бы знает алгоритм да то он легко может написать код который очень быстро да сделает там результат минус 10 до соответственно соответственно не всегда эта формула применима однако однако когда у нас рабочий код когда у нас довольно таки их большая кода база ну и когда люди просто не не пишут там что-то такое специальное да когда они пишут обычный нормальный код это метрика может может опять же таки свидетельствовать о том что этот файл пора дробить да этот файл пора разбивать на какие-то мелкие вещи чтобы работать было легче с ним вот соответственно существует помимо этого еще целая куча различных метрик да существуют стартапы которые там ну можно в гугле забить это буквально там они 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 легко ищутся куча вещей которые меряют метрики они строят графы там рисуют какие-то красивые графички да но в нашем конкретном случае пока что мы использовали вот эти две ну вот эти все метрики нам их нам их хватало в принципе наверное это все будет немножко избыточна потому что они многие вырастали из-за различных научных работ ну и просто человек защищает диплом по вычислению метрики вот а потом как бы быстренько создал там какую-нибудь и сделал стартап вот это такой путь успеха на соответственно анализ анализ метрик да как уже неоднократно говорилось да то есть мы получили целое полотно циферок там отчеты api 8 отчеты а флейк там отчеты пайлинта отчеты cc и майда то есть что мы делаем вполне резонно написать там сверх этого тоже какой-то там свой в свой простенький скрипт который делает фильтр по вашим значениям это можно и там сделать вот порог вычисляется их экспериментально естественно ну и после этого мы принимаем решение да о том нужно нам рефакторить не нужно нам рефакторить ну и вообще как это все куда дальше куда дальше двигаться да соответственно когда мы что-то заметили да опять же таки не всегда бывает да что мы пишем всегда правильный код когда-то нам нужно сделать быстро когда-то нужно нам нам прибегают говорят вот через час должно быть готово но нету просто времени думать там какой-то там правильной архитектуре да как это все правильно делать делаем быстро соответственно создаем какой-то артефакт да и это у нас технический долг всегда мы стараемся разгребать технические долги ну на самом деле технический долг это 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 не только рефакторинг это такая более комплексная вещь то есть туда входит и тот же коверидж да что нам нужно дописать тестов что там у нас есть рефакторинг как он и посреди самого кода так и архитектуры ну и ну ну и так далее вот соответственно какие выводы мы из этого можем получить да то есть не нужно верить правом на слово нужно всегда следить за качеством причем следить за качеством нужно постоянно потому что качество имеет тенденцию к ухудшению и эти тулы нам позволяют это сделать да ну естественно нужно всегда узнавать новое все средства хороши если вы узнали какой там новой метрики попробуйте и внедрить узнали какую-то тулу который повышает качество вашего кода тоже нужно внедрять ну и соответственно код становится легче поддерживаем становится меньше глупых багов ну то есть на моей памяти вот каких таких багов там ну по невнимательности вот у нас вот практически вообще нет то есть баги в основном какие-то логически и они многие из них естественно отсекаются на периоде там кода на там периоде там при продакшен и прочее вот но и заодно мы видим вектор развития куда мы развиваемся да и у нас у нас нету желания там взять и все переписать сам начал да как иногда бывает на многих проектах то есть вот еще не было так и как что Продолжение следует...